Снега много не бывает, тем более, что выпадает очень-очень редко. Потому в этот раз, когда погода решила порадовать Брещан, укутав город белым покрывалом, организаторы спортивного праздника «Брестская лыжня» решили воспользоваться моментом и провести лыжные гонки среди мальчишек и девчонок из всех учреждений образования города Бреста, как раз накануне оттепели. Уникальная погода, и мы используем ее по максимуму. Уже сейчас, если мы посмотрим на прогноз погоды, то к нам идет оттепель. Поэтому вот буквально последние холодные деньки мы ловим для того, чтобы получить опыт, в том числе и зимних видов спорта. Да, в учреждениях образования есть база, проложены трассы, но вот такие массовые мероприятия, которые прежде всего интересны самим школьникам, прийти, пообщаться, увидеть других, ну и, конечно же, улучшить свое здоровье. 250 учащихся из разных школ города к Брестской лыжне готовились основательно. Поставили будильник пораньше, оделись потеплее и отправились покорять лыжную трассу. А когда еще, если не сейчас? К сожалению, зима у нас весьма нестабильная, так сказать, со своими капризами. Поэтому ребятам покататься на лыжах удается крайне редко, чтобы набраться опыта, а тем более мастерства. Спортсменом, может быть, станет не каждый. А формировать себе вот такое отношение к физической культуре, к своему здоровью, наверное, очень важно. У нас в каждом учреждении образования на сегодняшний день есть лыжня. Ну, конечно, это не профессиональная лыжня, допустим, не такая, как здесь на Гребном канале. Чаще всего это лыжня, проложенная на спортивном ядре учреждения образования. Но предыдущие несколько лет в соответствии с поручениями министерства образования, правительства Республики Беларусь, проедена закупка лыжного инвентаря, лыжи, ботинки, все необходимое. Наша школа обеспечена на сегодняшний день на 100% этим лыжным инвентарем. То есть, как только появляется снег, сразу же лыжня и сразу же уроки физической культуры и здоровья на открытом воздухе. Вперед пошел. Очередной лыжник рванул по трассе, работая палками. Было заметно, что уровень подготовки у ребят разный. Кто-то начинал движение с легкостью, а кому-то нужно было приложить немало усилий, чтобы не только тронуться с места и доехать до финиша, но и удерживать равновесие и не упасть. К сожалению, это удавалось не всем. Просто потрясающе. Конечно, было сначала тяжело, но просто супер все. Сотонули сначала доем первые, естественно, Геннадия номер один. И как могла, быстрее, быстрее и урвалась вперед. Я очень сильно довольна сегодня. День просто замечательный. Я решила принять участие в соревнованиях, чтобы проверить то, как я катаюсь на лыжах. Соперники очень сильные, есть большая конкуренция. Я сегодня довольна результатом и хотелось бы лучше. Легкого вида спорта не бывает. Везде нужно прикладывать максимум усилий, чтобы достичь наилучшего результата. В этот раз в лыжной гонке удача была на стороне средней школы номер 27. Именно учащиеся этого учреждения образования показали достойный результат. Продолжение следует...